Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты, все вы трупы! Нашелся среди нас состоятельный пацан, он это нелегкое время, Миха Макаров, который подогнал этот апдейт ДСКИ, так что голову первого босса обязательно посвящу ему. Так, я, собственно, купил у бабуськи ключ, надо открыть этому хрену его сраную лачугу, чтобы он здесь ковал, ибо это кузнец, он не может никуя. Вот, кстати, покуда уж находятся люди, у которых болтается в кармане пара соток, которые они не прочь пожертвовать на разные благие дела, в описании канала на ютубе, там где о канале, я прикреплю Яндекс кошелек, его номер, ну, видимо, настало время, раз уж, ну, некоторые люди писали, что готовы дать денег, чтобы не кликать на рекламку и все такое. На Sony Playstation я говорил уже, что собирать, в принципе, бесполезно, это, там, не знаю, пол Китая надо до нитки раздеть, несмотря, ну, стоит на денег до хрена, но вполне реально набрать денег на какую-нибудь рекламу, чтобы ее у кого, у какого-нибудь более успешного канала купить. Так что, если у вас в кармане болтается какая-нибудь мелочь ненужная, можете сплавить ее на мой Яндекс кошелек. Так, собственно, на чем я остановился, куда мне там надо идти? А, да, мне же дали ключ от этого дома. Примерно в этом месте я закончил играть. Вот, в доме лежит какой-то ништяк. Кстати, в этот раз на лицензии меч выпал мне, пехотный, с пехотинца. То есть, на лицензии с лутом уже намного получше, а на пиратке... И, кстати, управление другое. Вот тот прыжок, на который я жаловался на пиратке, он только на пиратке такой, такой, с таким управлением. Здесь, по-моему, прыжок на стик, а на пиратке надо было второй раз на кнопку спринта нажать, как мне показалось. Ну, короче, то, что я вот жаловался на управление в первой серии, это управление, которое прикручено исключительно к пиратке. И я не один такой, жалуются люди, пишут, что... Ну, вообще, жалуются на это переиздание, пишут, что изменили управление за каким-то... Он тут сидел, за каким-то членом, то есть, что-то поменяли. Оказывается, что? То, что теперь пехотинцы здесь в начале игры, если они наносят удар, то они наносят комбо-удар. Они, то есть, начинают бить и прям месят, месят, месят. Звякают об ваш щит и всё такое прочее. А в первой части, или, типа, до переиздания, я так и не понял, пишут, что меч отскакивал от щита и можно было контратаковать, но, по-моему, это люди путают с парированием немного. Никогда не было такой халявы в ДСКе. Так, сначала пойду вниз. С кем он дерётся? Я удивлён, что здесь никого не поставили. Здесь и была... Здесь и была такая комната немножко бесполезная. И ничего тут не было. Там скелет только внизу и всё. Ну, отчего он помер-то? Не показывают. Да, вот, когда начинаешь играть на лицензии, всюду начинаются лужи крови, какие-то надписи. Я не знаю, кто их всех убивает здесь. Неужто скелет такой сильный стал? А он тут точно один? Точно один. Кстати, скелетов в этой части почему-то мало, но в первой части ДСК прям скелеты были повсюду. Ай! Ох, ниху... Нихуаху, а он дамага наносит, сколько... Много. Человеческая фигурка из него выпала. Странно, что со скелета... Так, а где... А где факел надыбать? У меня же был. Просто здесь так темно, как в жопе реально. Нихрена не вижу. Попробую занавесить окно. Может, на контрасте хоть что-то видно станет. Пойдет. Так, здесь опять кто-то. Ёб твою мать. Ничего не вижу. Кроме белобрысых волос своего персонажа. Как удачно, что в этот раз ему белые волосы сделал. Осколок фляги с эстусом. Это вещь. Кстати, татуировку на лицо. В этот... А, черт, вместе с кожей слезло. В этот раз я подольше помудился над персонажем, но я, честно, никогда не заглядывал в редактор персонажей. Я охерел, сколько тут настроек. Какие-то кончик носа, бля. Глаза, что-то ресницы, брови. Это ладно, но то, что там в дополнительном, это просто вообще охереть. Сосут души. Какие души. Кто сосет? Вот. Как будто, знаете, это не Dark Souls, а Steam. Ой, Sims какой-то долбанный. Ты же всего своего персонажа видишь только с затылок. И, блин, он в шлеме потом будет наглохо закрытым. Ты все равно его лица не увидишь. Зачем? Зачем это нужно? А нужно это за тем, что когда вторгаешься... А это что за окно? Когда вторгаешься... А то можно вывалиться. Когда вторгаешься в чужие миры, пишут, кто тебе вторгся, кто тебе и показывает его лицо. Ну и там оно в шлеме. Прикольно было бы, если бы в каком-нибудь прям вот первом сундуке, ближайшем, был Mimic сидел. Ну, то есть, игра стала хардовее. Многие пишут, что больше врагов... Ну, больше врагов это я заметил. Что, больше нет? Больше врагов, враги хитрее. Сильные мобы стоят посреди дороги. Че он тут замер? Наслаждается феншуем. Да-да, вас славь солнца. Вот надписи вас славь солнца собирает больше всего лайков. Я не знаю. Это какое-то местное правило этикета, что ли? Лайкни какой-нибудь написанное на полу говно. Я понимаю, если бы он там подсказку написал, типа, враг за поворотом, это можно лайкнуть, это тебя жопу спасла. Но в то же время это спойлер. Это называется спойлер. Я даже сейчас пойду сам спойлер напишу людям. И посмотрим, сколько я... Что? Посмотрим, сколько я наберу лайков. Я просто никогда не занимался... Ну, мало где писал эти надписи. Никогда меня это не прикалывало, но... Вдруг... Я слышал версию, что за лайк надписи дают человеческую фигурку. Но здесь уже, сука, кто-то написал это. Но я думаю, про эту шкирку вообще все на свете знают. Жаль. А самые тупые надписи, это когда всякие говноеды пишут, типа, там... Невидимая стена пишут там, где её нету. И ты ходишь, блядь, извякаешь мечом по стенкам, ломаешь его, блядь. И пытаешься понять, где тут действительно невидимая стена. Вот про невидимую стену подсказку написать, это вообще святое дело. Потому что невидимые стены... Ну, во второй части они уже не такие, да? Тут надо на клавишу нажимать. А вот в первой части надо было стены простукивать ударами, блин. И если здесь иногда видно, как эти ложные стены, иногда они заметны, то в первой части просто мандец какой-то. Они не видны вообще. И ты мог игру пройти и не узнать вообще, что здесь были какие-то там стены невидимые. Например, после того, как паучиху убиваешь, там становишься в центр комнаты на специальную точку, и поворачиваешься вправо, идёшь прямо-прямо к стене, бьёшь её, и там открывается секретный путь. Вообще на секретный уровень, блин, с каким-то деревом. Это было вообще дикость полная. То есть... Ладно, там хоть какой-то логике, когда все эти задачки подчиняются, но просто мне интересно, кто тот самый первый человек, который узнал, что там фальшистена, блин, стоит. Как он это узнал? Как? Как? Что? Что ударило ему в мозг? Так что он пошёл, подошёл к стене и тюкнул её, блин. Так, этот, который раком стоит, упадал, мы помним. Скелет истыканный. Слава, неудача. 50 лайков. Это даже шуткой не назвать. Просто лайкают всё подряд, я не понимаю. Этих людей. Причём, мне кажется, что это не только русский, но тут перевод интернациональный, в общем-то. Ой. Что-то, не помню, что здесь был ход какой-то заваленный. Итак, меня ждёт первая черепаха. Это по-настоящему сильный моб. И стоит он, сука, посреди дороги. И он не спит. Это чё нахуй такое? Чё это было, блядь? Кто-нибудь понял, чё это взорвалось? А, бочки! Он, сука, взорвал взрывные бочки! Так, а меч-то мой... А чё теперь меч не чинится когда-то у костра сидишь, что ли? Так, ну-ка попробуем. Так, а здесь приносили в клювике преследователя. Это не изменилось. Здесь принцип простой. Хватай и беги. Пока что его убить можно, но очень сложно. Осколок фляги с эстусом здесь лежал. Нихера себе. Не, дружище, пошёл нахер. Манал, я тебя убивать без катапульты. Очень. Босс сам по себе очень непростой. Убивать его этим вот днищенским мечом, который мне наполовину сломан. Блядь, ещё и пацаны поднялись. Нихуя себе. Убивать очень долго. А приз не меняется в зависимости от того, в какой момент игры вы его убьёте. Потом будут моменты, где от него... Ну, где с ним специальная арена для боя с этим боссом. И что там вы получите кольцо? А что здесь вы получите кольцо? Блядь, пацаны, вас не дохуя тут спрыгнуло-то? А эти почему-то бочки не взорвались. Тихо, тихо. И контр-атака, и, 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 блядь, и на нахуй просто мне жопу порвали, блядь. Самотык жизни, который на самом деле нихуя ничего не лечит почти. Блядь, я реально чё-то нахуй не понимаю. Они и так подбегают, ха-ха-ха, толпой. Чё-то, по-моему, эти мобы так никогда не действовали раньше. Они тупо махали перед носом у себя. И залезть они сюда тоже не могут, да? Это потому, что они дебилы. Так. Странно, раньше залезали. Мне нужны огненные бомбы здесь где-то надыбать. Чудом, блядь. Сука, вон у кого огненные бомбы. Ёб твою мать, вы чё нахуй? Сюда, сюда, сюда кидай, 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 кидай. Красавчик. Не поняла. Я чё-то не поняла. Кидай сюда бомбу свою, ёб твою мать. Чё-то, чё-то не то. Почему стена-то не рухнула? Шёл в жопу. Меч пехотинца сломался. Переходим в рукопашную. Получи пять урона. Да. Я думаю, что сейчас надо отступить, потому что даже, блядь, даже драться уже нечем стало. Сюда они не залезают, то это хорошо. Чё-то, нахрен, я не помню. Почему мечные, блядь, не ремонтируются в огнях, в этих кострах сраных? Надо, надо несколько мечей понаставить. Или он ломается так быстро, потому что говно. О, Моргенштерн мой. Смотрите, какой блестящий, зеркальный. Стильный, модный. Аптечку. Умри, мудак. В принципе, можно их всех так с лестницы перещёлкать. Когда здесь падаешь с высоты, здесь наносишь больше урона. Блядь, хотел ему по пальцам на ногах съездить этой шипованной херней. Немножко не долетел. Ну, ты будешь нападать-то на меня? Или мы будем тут с тобой, блядь, дрочить ходить друг на друга? Ладно, я готов сделать первый шаг. Блядь, дождался же, сука, когда я полечиться надумаю, а? Этот скелет в эту игру лучше, чем я, играет, походу. У него меньше жизней. Оп. Сдох. Хорошо. Блин, 3000 жизней, это уже серьёзное количество. Так, стена не взорвалась, да? Угу. Чудесно. Или мой счастливый обладатель взрывных бомб где-то здесь? Да, огненная бомба. Хорошо, когда ты хоть немножко что-то уже знаешь об этой игре, это... дает неплохое преимущество. Ха-ха. А чё за нахуй-то? Чё-то я не понял. Почему-то это говно не открылось. Непонятно, вообще непонятно, что за... Что за нахер? Может, надо, чтобы бочки там были, именно бочки взорвать. Но, по-моему, раньше просто... А, ну да. Да. Но какие-то бочки же там подорвались, когда в меня бомбу кинули. Так, а вот там раньше черепаха стояла, теперь её там нет. Ёб твою мать. Нихуя себе! Раньше я из этих катапульт стрелял. Там засада была такая. Ёб твою мать. Нахуительно, блядь, отъебуширили. Ты-то нахуй иди, блядь. Пиздец, пиздец. Но почему-то на бегу, блядь, не лопаешь свой этот ёбнутый шарик. Почему ты, блядь, только шагом лечишься? Блядь, ублюдос. Так, ну вот я рашнул и открыл себе быстрый путь, чтобы... Вообще, я буду вырезать такие моменты, где я буду ходить по два раза подряд, потому что это, ну, не очень интересно, на мой взгляд. Итак, кнопка. У него тоже. Сука, почему они с элебардами тут такой толпой ходят? Блядь, на, по башке, на. Тихо, я не могу, блядь. Вот. Я так понимаю, они выпустили патч, чтобы сделать игру ещё сложнее, чтобы сделать её вообще ещё невыносимей, блин, в два раза. В два раза просто увеличив количество врагов здесь. Хлобысь. Блин. Чё-то у меня постоянно переключается флага с эстусом на этот долбанный камень. Так, а у меня есть бомба зажигательная? Нет. Что у меня есть? Ну, у меня есть куча говна какого-то. Никогда не понимал, зачем здесь инвентарь весь заполнен вот этим дерьмецом. Колдовская урна взрывает наносит урон магии. Это хорошо. Я сейчас буду её активно использовать, я думаю. Попытаюсь толпу ей развалить этими колдовскими урнами, хотя бы говно ещё то. Вот взрывные бомбы, я понимаю, они там, да. А это, это что-то ненужное. Вон они, они, скелеты встают по, своего же. Это мне на руку. Скелеты встают к баллистам и стреляют. Это незаметно. Ну, давай, урны не подведи. Ну, что можно сказать? Урон есть. Урон есть. О! Нихера я! Бля, красавчик. Случайно, но красиво. Ну, как умею. Не часто у меня в этой игре парирования получались, я ими вообще не пользовался, потому что уклониться, увернуться, это наверняка, а парировать, это, это какой-то шанс. Причем, если не парируешь, то огребаешь. Что это у нас? Железный круглый щит. 65 плюс 20. Плюс 20, за что? Я не понял. Синий щит, а более дерьмовый. Но я таких что-то не припомню. Погодите инфу. Древний деревянный щит по твердости защиты и снижению урона уступает нитерическим щитам, зато легок просто в обращении. пошел в жопу. У меня, я выбрал воина класс в этот раз, чтобы не выбрал класса в этот раз. Хоп-хоп. Чтобы не проходить обучающую миссию, опять долго надо было наверстывать. На лицензию персонажей-то не перенести. Так, так, так. И здесь опять темно, как в заднице. Проверим. Проверим мимика. Нет. Здесь, по-моему, ловушка была. Дождите. Где-то тут было западло, западлячье. Надо нахрен сначала ключ-камень втыкнуть. Забрать кольцо, чтобы сюда хотя бы не идти потом, если я здесь сдохну. Ёп твою мать. И здесь два. А это что? Тесно. Теснина впереди, так что мы можем помочь сзади. Ты долго думал, наверное, когда это писал-то. Оп. Чё там? Нормально. Кусок титанита. Кусок титанита это же кусок говна. Пока пушки точить не начнёшь на нормальном уровне, этот дроп тебе не поможет. Вот кольцо кларантии. Вот что. Вот что я хотел здесь получить вообще. Вот для чего нужен этот уровень? Вот эта аура, конечно, будет мозолить глаза всю оставшуюся игру, и это печально. Так, здесь ещё, по-моему, пацаны были. Ток-ток. Педерасты. Чё так долго открывал-то? Он один, что ли? Он там не один, но вышел почему-то один. Самоцветвик жизни. Здесь бы по стелсу. Опа, блядь! Сзади, сука, не видно, нихуя. Козёл, бля. И отпрыгнул, что самое главное. Он отпрыгнул. Хуеть. Бам, по мордасам. Всё, отъехал. Блин, за 90 душ такая битва. Ну, что здесь? Что тут? Чё тут? Нихуй, ничего, ничего не вижу, блин. Почему так темно? Так, что у нас здесь? Лут. Кольцо жизни, большое сколы. А, ну, кольцо жизни, это редкостное говно, на самом деле. А, когда открываете сундуки, если вы играете параллельно, я советую заглядывать в щель, когда он его приподнимает, там сразу видно, если будет какое-то западло. Можно успеть отпрыгнуть, если повезёт. Вот видите? Пам, почти успел. Немножко траванул. Да, успел. Траванул совсем чуть-чуть. И осколок титанита. Да. Ну, главная фишка этого здания была, это кольцо, конечно. Блин, до босса ещё идти, идти. Тут сидит добрый Пейт, он же реинкарнация Лоскутика, как некоторые уверены, из первой части. Того самого, который давал пендаля, чтобы ты рухнул вниз. Он даст мелок. Если туда пойти, куда он предлагает. Но, у меня есть мел. У меня не мелок, у меня мелище, он большой. А, нет, это чистый кристалл разделения. Странно. Я думал, что это мел. Ну, понятно, значит, мне надо и сюда пойти. чтобы я потом мог призываться к кому-нибудь в бои на помощь. Чё это звякает? Ага. И тут гопники попёрли. блядь, куда кинул? Чё кинул? И сейчас моя булава зацепилась за край этого говна. И удар не случился. И, конечно же, очередная тупая попытка похиляться привела к летальному исходу. Ну, блядь. Здесь пехота-то выбегала, но её выбегало не так много, как сейчас. Это просто жопа, сколько их вывалилось. Мне даже, даже, ну, по-моему, даже шансов сейчас нету их всех убить. Косточка возвращения. И на кону опять куча душ, блядь, лежит. Как меня бесит. Вот начало игры здесь, вот оно реально... Блядь, на хуй я сюда пошёл? Начало игры, вот реально унылое здесь, когда у тебя нет кольца, которое душ твои спасает, чтобы ты их, блядь, не терял на каждом шагу. Когда у тебя броня говно, оружие говно, никого не убить, выносливости нет. Начало здесь самое сложное, по-моему, во всей части. Какого-то хуя косточка, блядь, ебаная сюда не попала. Сука, это трава вонючая нашлась. Чё, как это, блядь? Нахер, блядь, зелёный цветок. А чё, дверь-то закрыта, э? У меня там души остались, вообще-то. Ты чё, дурак, блядь? Да, пиздец. Сколько там, тысячи четыре я просрал, да? Можно открывать счёт просранных душ. Это вообще замечательно. Зачем они бьют мёртвое дерево? Чё они делают? А это куда лестница? Чё-то, да? Чё-то, что-то интересное происходит там. Ага, здесь есть проход. Вон мои душки. Это их звуки-то я и слышал. Ну, давай, переноси меня быстрее. Перенесла, блядь. Спасибо, нахуй, ёбища, ебаная. Чё тут, блядь, в этой игре всё долго работает, блядь? Лечение долго, телепорт долго, блядь. Хуеть, ёбаная Эстония, блядь. Сука, говно, нахуй. Здесь только сдохнуть, блядь, быстро можно. Всё остальное долго, блядь. С этим хуям я не буду с ними драться. Я рашну и пошли, нахуй. О, всё, до свидания. И чё тут, блядь, было-то? Классная нихуя? Я так далеко за нихуём ходил. Белый мелок. Вот-вот он и дал мне мелок. Мелок, дай мелок. Ну чё, они будут спрыгивать? Бум. Бум, блядь, и ебашится. Как будто не падал с высоты. Ещё если раньше можно было отбежать и полечиться, то сейчас почему-то эта штука не прокатывает больше. Чернь грёбаная. Так, а вот здесь была черепаха, а теперь обычный чёл стоит. Бум. Честно говоря, чё-то не помню, куда идти дальше. Ключей у меня нет. Ничего у меня нет. Тут охраняла черепаха и вряд ли я ходил сквозь неё. Чё? Чё ничего не взорвалось-то? Именно я должен бочки взорвать, что ли? Блядь, говно какое-то. Ну. Блядь. Ты-то откуда тут взялся? Вот этот гражданин-то встанет, это однозначно. Я эти бочки, блядь, ебал, нахуй. Это просто пиздец какое-то западло, блядь. Почему они от удара взрываются? Ёб твою мать. Почему от граната они, блядь, теперь не взрываются? Нихуя от удара, блядь, взрываются. Пожалуйста. С всем что, ёбнулись, блядь? Сука, ост... Блядь. Они, наверное, остатки здравого смысла, блядь, пробухали, эти разработчики, блядь. Как можно, нахуй, вообще пиздец такой делать? Чем я должен взорвать эти бочки, если у меня вообще даже, блядь, кто-ка хуй в кармане, и тут вялый какой-то, блядь. Потому что я мёртвым играю, у него не может быть ничего стоящего и стоящего, блядь. Блядь, говно, нахуй, кончено. Столько, блядь, геморроя весь в начало игры вывалили. Я надеюсь, они дальше-то хоть что-нибудь тоже поменяли, вот тоже не хотелось бы посмотреть, заценить, блядь. Пока что я вижу только, что они мобов тут понатыкали везде в два раза больше, их сделали, всё. Это все изменения. 300 рублей. Кстати, графика вообще не изменилась. Я до этого специально запустил клиент обычного, ну не специально, просто не тот скачал. Блядь, их тут, конечно же, их тут много. И, конечно же, его меч... Его меч пробивает, блядь, стальной сундук. И там, где их стало... Там, где мобов было двое, блядь, их становится трое, нахуй. Вот главное, что изменилось в этой игре. Если бегемот раньше стоял в стороне, он теперь будет стоять посреди дороги. Черепаха стояла там, теперь она будет стоять здесь, всё. Изменили игру. Выпускаем, блядь. Ебанутая хуйня. Ёбаный в рот, бля, в натуре, нахуй. Лучше, блядь, снова, нахер, первую часть пройти, чем въебаться своим, блядь, говном, который они тут наделали. Они услышали, что, блядь, игроки говорят, что, блядь, игра-то стала слишком простая, нахуй. Ну, нате вам, блядь, слишком уёбищную. Пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Где свет, блядь, заебало? Ну, что за нахуй, как будто, блядь, не знаю, какую-то бездну, блядь, спустился, а не в комнату вошёл. Ёб твою мать, блядь. Тут есть окна, блядь, огонь горит, свет где? Пиздец какой-то. Факел, блядь, наконец-то. Ёб твою мать, нахуй. Где он, твою мать, дерьма кусок этот? Вот он, факел. Он не берётся в руку, а как его поджечь-то тогда? А, блядь. Это ж не Том Брайдер, это, блядь. Ведёшь к костру, блядь, зажигаешь факел, бежишь, блядь, с факелом вместо щита, блядь. Да, точно. Этот разработчик не знает пощады. Да я бы рад на них плюхнуться сверху, нанести им дамаг. Но я уже думаю, честно говоря, о том, как забрать свои души просто и унести их отсюда, нахуй. Жупу, блядь. Стоите, ублюдки. Ну, стойте дальше. Ай, блядь. Да. Вышеупомянутый Михаил, он писал, что, говорит, уровни стали темнее, что в помойке ночь, блядь, вообще ничего не видно нигде. Я реально замечаю, что они выкрутили свет, то есть вот реально, всё изменение в графике, то что свет стал здесь более светлее. Вот тени вот эти всё, то есть, ну, видно, что свет прям жарит. Ну, и темноту выкрутили, блядь, сам вообще ничего не видно. Да-да, улучшим флягу, потратим души. И, видимо, придётся, ой, 7 жизней у меня, вообще классно. Я такой живчик, такой живчик. Ловкости сто много. Стойкость, выносливость, хорошо. Отлично. Всё, нахер. Сегодня с моих нервов хватит, это просто жопа то, что здесь творится. Надеюсь, в следующей серии я дойду до босса хотя бы, или ещё хоть куда-нибудь. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Пойду нахерн. Чего-нибудь выпью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова